Так, обязательно. Так, кто уже пришел, здравствуйте. Мы немножко подождем и будем начинать. Вот сегодня на практических занятиях в следующую неделю у нас будет технология сафара и технология кондитерских изделий. Ну, потом пойдем дальше. Так, восемь нас. Еще чуть-чуть. Так, Алым, Шахидар, Кимур. Очень хорошо. Бенали. Так, кто еще тут у нас пришел? Шахидар, Кирилл, Марина. Ну, хорошо. Я начну понемногу говорить. Надеюсь, к нам еще будут присоединяться слушатели. Ну, правда, погода хорошая. Даже жалко сидеть у компьютера. Но надо. Итак, те лекции, которые мы с вами уже прошли, разобрали, там разговор был о продуктах, которые производятся, ну, скажем так, из целого сырья. Вот из зерна мука, из зерна крупа, да, и дальше из муки хлебобулочные изделия и макаронные изделия. А вот теперь несколько тем у нас будет посвящено технологии производства продуктов из содержимых растительных клеток. Вот в клетках находится, возможно, раствор вот сахароза, да, будем получать сахар. В клетках находится крахмал. Будем изучать технологию крахмала. В клетках находится в виде капель растительное масло. Будем изучать технологию растительного масла. Вот это все постепенно. Ну, а потом дальше у нас будут темы уже другого характера. Итак, сегодня технология производства сахара. Ну, здесь вот есть такие немножко исторические данные. Родина сахара Индия. Именно там научились добывать сахар из сахарного тростника. Потом, со временем, тростник был завезен в Центральную Южную Америку. В Центральную Южную Америку. И большинство стали выращивать именно там. И там получать тоже сахар. И совершенствовать технологии его обработки. В принципе, вот каждая часть света имеет какие-то растения, из которых можно извлекать сахар. Ну, скажем, в клетках сахарной свеклы, именно такого европейского растения, да, тоже накапливается сахароза в виде достаточно концентрированного раствора. Причем уже селекционированные сорта сахарной свеклы, они могут содержать, ну, где-то от 18-19 до 22 и даже 26% сахарозы. Ну, в живой клетке она находится в таком спалансированном состоянии, а когда начинают ее извлекать, то вместе с сахарозой извлекаются другие вещества. Поэтому первичный такой сахаристый раствор, он требует очистки, рафинации. Вот об этом мы, собственно, будем говорить. Значит, еще в Азии вот сахарный тростник, да. В Северной Америке наверняка вы слышали сахарный клен. Тоже об этом немножко будет разговор. Ну, вот в Африке сахарная сорка, вот такой еще. А вот в Австралии, ну, как бы эндемичного, такого собственного растения, которое много бы накапливало сахара в клетках, ну, пока, по крайней мере, нет. Ну, уже в Северной Австралии выращивают сахарный тростник в больших количествах и производят вот этот вот сахар. А сахароза представляет собой пищевой продукт. Сахар представляет собой пищевой продукт, основным компонентом которого является сахароза. Это известная вещь, и, конечно же, вы это хорошо знаете. В организме под действием ферментов сахароза расщепляется на глюкозу и фруктозу. Ну, можно и вне организма сделать вот такой гидролиз под действием кислот, скажем, разбавленных, что, в общем-то, и делают, и, кстати, в некоторых пищевых производствах. Сахароза имеет приятный сладкий вкус, а глюкоза и фруктоза, естественно, тоже. Причем вкус фруктозы, уровень содержания сахара и сладость фруктозы, они берутся обычно за основу, как бы дальше уже оценивается по фруктозному сахару. Используется сахароза и моносахара организмом как источник энергии, и, пожалуй, это один из основных источников. Хотя с одного грамма там немного калорий, ну, что-нибудь около пяти, но, тем не менее, поскольку мы растительной пищи едим много, это основной источник энергии. Ну, и материал для образования животного крахмала, гликогена, жира, ну, может быть, к сожалению, но жир тоже нужен в нашем организме, белковых частично и углеродных соединений. Сахароза быстро усваивается, укрепляет нервную систему, повышает работоспособность, снимает усталость, но чрезмерное потребление чистой сахарозы, она сразу в организме будет расщепляться на глюкозу, и фруктозу тоже имеет отрицательное значение. Вы знаете, да, прыгает сахар в крови, ну, а вот эти вот прыжки, редкие, резкие повышения, они влекут за собой нарушение, ну, как бы напряжение в работе поджелудочной железы, ну, что тоже, в общем-то, плохо. Среди выработки сахара в основном в мире служат сахарная свекла и сахарный тростник. Сахарный тростник по объемам опережает сахарную свеклу, его перерабатывается на сахар. Ну, вот здесь вот если посчитать, сахарная свекла 45, стало быть, сахарный тростник 55, ну, в общем-то, даже и побольше. Выращивание сахарной свеклы, оно сложнее, чем выращивание сахарного тростника по разным причинам, ну, и, в общем-то, оно несколько уменьшилось по сравнению с 80-ми, скажем, годами прошлого века. И мы в том числе, хотя имеем возможность выращивать сахарное свекло многое, обеспечивать себя, тем не менее, мы завозим, ну, как бы полуфабрикат такой, да, сахар-песок тростникового происхождения, и здесь его перерабатываем. Ну, вот здесь вот, значит, сахарная сурга, кукуруза, пальма сахарная, вот это то, что используется. Ну, вот здесь вот немножко дается характеристика, вот сахарная сурга – это в основном африканское такое растение, но произрастает оно и в Азии, и в Южно-Северной Америке, по Югу Европы, Австралии тоже можно, в принципе, его выращивать. Вот, ну, у нас сурга идет как крупяная частичная культура, и как культура техническая. Сахар не производится. И сурга производит в основном сироп, но можно получить и кристаллический сахар, и другие продукты. Клюн сахарный, тоже листопадное дерево, в основном произрастает в Северной Америке, в восточной части его, такой вот эндемик своеобразный. Ну, в начале сахарного клюна получают сладкий сок, примерно так, как вот у нас берут от березы сок, вот получают его в больших количествах, он достаточно сладкий, до 21% сахара, что, конечно, больше, чем, скажем, в березовом соке. Вот, ну, потом очищают, уваривают, и, как правило, предлагают в виде сиропа. Вот именно сахарный кленовый сироп, он активно используется, ну, в той же Канаде, скажем, и в небольших количествах вывозится в другие страны. Но вот дошло до того, что лист сахарного клена, он на эмблеме Канады, да, на ее гербе. Вот, сахарная пальма, древовидное растение, семейство пальмовых из тропической Азии, вот, причем получают сок и из ствола, и собирается сок мужских соцветий. И тоже обычно пальмовый сироп предлагается покупателю вот в небольших тарах. Можно произвести, конечно, и сахар кристаллический, но выход его небольшой, поэтому обычно сиропом он ходится. У нас основной, все-таки, поставщик, вот наш, так сказать, собственный поставщик сахара – это сахарная свекла. Сахарная свекла у нас выращивается вот и в нашем регионе Алматинском, и немножко юзнее, и, в принципе, чуть севернее может выращиваться. Но содержание сахара там получится разное немножко. Вот здесь представлен химический состав сахарной свеклы, очень средний. 75% занимает вода, 25% – сухие вещества, из них вот именно сахарозы, где-то 17-18%, основное, остальное – не сахара. И вот здесь вот тоже, посмотрите, сухие вещества 25%, сахароза, ну, 17,5-18%, остальное – не сахара. Но вот среди них есть нерастворимые, поскольку извлекается сахароза водой, значит, вот эти вещества, они останутся, ну, в выжимках, в жоме сахарной свеклы. А вот растворимые сахара, они вместе с сахарозой выйдут вот в этот вот первичный экстракционный сок, говорят. Сейчас мы будем дальше смотреть. Вот что среди них? Смотрите, органические несахара, безазотистые, азотсодержащие. Ну, тут есть немножко редуцирующие, пектиновые, органические кислоты. Вот азотсодержащие, посмотрите, есть белки, вот их надо будет удалять. Небелковые вещества тоже надо будет удалять. Нам нужен только сахароза. Мы ее оставим, взячески обрабатывая вот этот вот выходящий раствор, неорганические вещества, зола. Ну, в принципе, в сахарозе они тоже не нужны. Значит, вот эту часть мы будем удалять в процессе технологической обработки. Так, вас только 20, маловато. Отечественная промышленность вырабатывает сахар и сахарные свеклы, а тростниковый ввозит в виде полуфабриката сахара сырца. Ну, в общем-то, это тоже сахар-песок, вот такой близкий, привычный нам. Но его перерабатывает в товарный белый сахар. Делится на продукцию для реализации и на продукцию для промышленной переработки. Ну, действительно, поскольку на основе сахара производятся разнообразные кондитерские изделия, и сахар используется и в хлебопекарных изделиях, и в молочной где-то промышленности, да, сгущенка с сахаром. Ну, и еще можно где-то найти. Поэтому вот на промышленную переработку идет большая часть сахара. Для реализации населения будет сахар-песок, привычный нам, и сахар-рафинад. Сахар-рафинад тоже, вот сахар-песок рафинированный, ну, в продажу он почти не поступает, он идет в производство. Вот сахар-рафинад прессованный, это очень знакомая нам продукция. Вот он там колотый, пеленый, но в основном резанный. Ну, вот в коробочках, пожалуйста, к чаю. Ну, и есть сахарная пудра, она тоже используется в разных производствах, но в небольшом количестве продается и потребителю. Ну, здесь вот еще раз. Сахар-песок мелкий, крупный, средний. Вот размеры какие получаются. Вот рафинированный сахар-песок, он даже голубоватого оттенка. Ну, а сахар-песок обычный, белый цвет с блеском, сладкий вкус. Иногда бывает немножко желтоватый сахар-песок, более крупные кристаллы. Ну, в общем-то, это тоже такая классическая стандартная продукция, простите. Но, тем не менее, разные уровни промышленности, производства, там может получиться немножко разный такой вот товарный сахар-песок. Получают из товарной свеклы, содержащие не менее 16% сахар-песок. В настоящее время имеются сорта сахарной свеклы, в том числе районированные, которые можно выращивать вот в каждом конкретном ареале, в том числе вот у нас, скажем, в области. У нас есть все условия, и вода, и почва подходящие, и люди есть, потому что выращивание сахарной свеклы требует довольно много ручного труда. Ну, немножко разрушено вот такое вот выращивание и потихоньку восстанавливается. Сахарная свекла на наших полях может иметь, ну, как говорят, сахарную дегестию, то есть содержание вот этой сахарозы, где-то от 19 до 22%. Теперь посмотрите. Вот это, собственно, то, что желательно запомнить. Принципиальная схема производства сахарного песка. Значит, сахарная свекла, ну, естественно, очень тщательно очищается от загрязнений, потому что дальше очистка, удаление кожицы не предусмотрена. Вот целиком корнеплоды сахарной свеклы, корнеплоды, должны быть хорошенько очищены и вымыты, чтобы дальше никакие частицы очва, песка, загрязнений не попадали в производство. Дальше пойдет измельчение. Ну, пока я скажу только, что если нам надо извлечь из клеток вот эту сахарозу, значит, клетки надо разрушить. Ну, прежде всего, разрушают механически, то есть вот измельчают именно. А потом, ну, поскольку это несочное сырье, приходится вот эту сахарозу, та, которая уже вышла из разрушенных клеток, и ту, которую можно извлечь еще, повреждая клеточные оболочки, вторичным каким-то воздействием, приходится экстрагировать горячей водой. Вот показано, что поступает горячая вода, идет экстракция, вот этот вот сок такой экстракционный пойдет дальше в производство. Ну, когда мы экстрагируем горячей водой, измельченную свеклу, мы имеем дело с суспензией, да? Чтобы разделить суспензию, нам надо ее, ну, может быть, отфильтровать, а лучше, если отпрессовать и отцентрифугировать. Вот то, что отпрессовывается, твердая часть, вот она называется жом. Жом, выжимки, ну, в данном случае именно жом. Теперь сок. Поскольку вместе с сахарозой извлекаются и другие вещества, и белковые, и красящие, и органические кислоты, которые могут вызвать нежелательную, нежелательные гидролиз сахарозы, и минеральные вещества, вот, ну, и мелкие еще какая-то вот частички вот этой самой свеклы, значит, сок подвергают очистке. Очистке, причем, самой тщательнейшей, несколько приемов, и здесь добавляются химические реагенты. Вот производство сахара, оно физико-химическое. Вот смотрите, мойка и измельчение, ну, чисто физические вещи, да, экстракция в основном тоже физическая такая операция. А вот очистка сока, здесь уже используются химические реагенты, которые связывают ненужные вещества, переводят их в осадок, еще как-то удаляют, нейтрализуют, скажем, кислоты. Ну, то, что добавляются химические реагенты, вначале вызывает, наверное, ну, некоторые опасения, да, смущение такое, что ведь чисто пищевой продукт, причем очень чистый, химически чистый, сахарозу получаем, добавляем химические реагенты. Но если мы с вами посмотрим, то химические реагенты, они как бы один другого инактивируют, и они не наносят вреда готовому продукту. Значит, получается, опять же, вот, ну, как бы, такой насыщенный раствор патока, и вот этот сок, очищенный, идет на сгущение. Сгущение проводится привычным, в общем-то, выпариванием, значит, удаляется часть влаги, получается уже концентрированным сиропом. Причем концентрация сиропа повышается и доходит даже до пересыщения. Вот сироп уваривают, и когда его концентрация достигает пересыщенности, начинают выпадать уже кристаллы сахара, для того, чтобы их было много, они были равные, равномерное такое образование кристаллов, добавляют, ну, так называемую затравку. То есть некоторое количество сахарной пудры, вот показано. Каждый крохотный, каждая крохотная единица сахарной пудры, она будет являться центром кристаллизации, и образуются кристаллы. Вот уже показано. Ну, опять же, кристаллы образуются, ну, где-то на 95-97%, но остается некоторое количество жидкой части. Вот эта вот подкристаллизационная вода. Поэтому тоже опять нам придется разделить суспенсию. Кристаллы отделяют центрифугированием, частично можно отделить их и фильтрованием, просто это не столь эффективно. И кристаллы потом сушат. Сушат, сушат, скажем, крахмал, сушат кристаллы сахара, вот, сушат еще какие-то детальки. Вот мы тоже будем со всем этим знакомиться. Значит, сушка, опять выделяется влага, ну, и получается вот этот вот сухой сахар. Химически чистая сахароза. Там буквально тысячные доли каких-то других веществ. Ну, вот здесь вот несколько терминов, которые возникают при производстве сахара. Вот жунг, это экстрагированная сечка сахарной свеклы, отходы свеклосахарной промышленности. Используется на корм скоту в свежем, сушеном виде и селосованном виде, кислый жунг. Ну, в принципе, из остатков можно приготовить и брикеты, скажем, для топки, что-то еще. Вот, можно вот это тоже использовать в микробиологической промышленности. Но в основном это именно такой кормовой продукт. Причем кормовой продукт достаточно ценный, содержащий и белки, и углеводов достаточно много, и клетчатку, которая, собственно, и работает в организме вот жвачных животных, да, тех же крупного рогатого скота. Добавка свекловичного жума в корма повышает выход молока, улучшает его сахаристость. Но если жума слишком много, то и молоко, и даже мясо будут иметь, ну, такой привкус небольшой, вот, который застали вспомнить, что где-то была свекла, и где-то ее добавили. Теперь вот такой отход, побочный отход при производстве сахара, кстати, крахмала, патока, продукт неполного кислотного, гидролиза, и сахарозы, и крахмала. Выделяется два основных вида, светлая патока, из кукурузного, картофельного и другого, и меласса, или черная патока, свеклосахарная. Ну, надо сказать, что вот эта светлая патока, она используется широко на кондитерских фабриках, вот на предприятиях хлебополочных, на кондитерских предприятиях, которые и ночные кондитерские изделия выпускают. Вот это очень ценный такой продукт. У нас используется кукурузная патока повсеместно, но время от времени поступают какие-то другие виды. Вот это меласса, ну, уже можно вспомнить, меласса – это основной пищевой продукт при выращивании трощей. Мелассу там разводят, осветляют, каким-то образом еще облагораживают. И это основа культуральной жидкости, ни одного питательной жидкости для дрожжей. А дрожжей нужно очень много, да, чтобы вот хлеб у нас выпекался все время из свежих хлебопекарных дрожжей. Вот тут еще есть такие понятия утфили. Утфиль – это масса, состоящая из кристаллов сахарозы и межкристального раствора. Вот как раз то, что вот здесь вот, вот где написано отделение кристаллов, вот отделяют из утфиля смеси кристаллов и подкристальной или межкристальной жидкости. И вот есть еще такое понятие оттек. Оттек. Когда получают уже рафинад, то сахар-песок промывают. Промывают жидкостью. И вот это то, что оттекает, унося с собой частично какое-то количество сахара, а в основном красящие вещества, они собираются на поверхности кристаллов. Вот почему можно промыть их. Вот получается вот этот вот оттек. И еще разок. Процесс получения сахара-песка на свекло-сахарных заводах. Следующие стадии. Обработка, переработка свеклы. Ну, сейчас мы будем разбирать прямо по стадии вкратце, но так, чтобы хорошо понятно было. Получение диффузионного сока. Мы же экстракции извлекаем. Диффузией, да? Очистка сока от механических примесей и несахаров. Сгущение путем выпаривания. Кристаллизация сахара из сиропа. Отделение кристаллов сахара от межкристальной жидкости, да? Вот утвердь здесь возник. Сушка кристаллов сахара. Ну, поскольку сушка тепловая, то требуется, конечно, охлаждение, освобождение кристаллов от ферромагнитных примесей и комочков, ну, как любое, мы говорили уже неоднократно, что любое сухое, порошковидное, вот мы обязательно выпускаем через сито и очищаем от ферромагнитных примесей. Вот теперь по порядку. Итак, сахарная свекла подается на завод из мурачной или из когатного кури. Сахарная свекла после того, как корнеплоды выкапываются, да, извлекаются из земли, она очищается от ботвей, специальный механизм присутствует, специальный такой свеклосахарный комбакт существует, вот, и потом вот эти вот корнеплоды, они перевозятся уже вблизи к самому сахарному производству, к заводу, и укладываются в такие пирамиды. Вот эти пирамиды называются когатами. Пирамида немножко заглублена в землю, вот, а вверх пирамиды он немножко срезан. Вот получается, хранится свекла практически под открытым небом, перерабатывается на дозаморостов, иначе потом уже лечение сахара будет сильно затруднено, и количество сахароза быстро упадет. Ну, или же строится помещение такого легкого типа, сарай, да, где тоже насыпаются горы вот этой сахарной свеклы, вот это будет называться бурачная. Подают обычно по гидравлическому конвейер, то есть, опять же, заглублена частично в землю, срезанная металлическая труба, ну, она обычно правильного такого сечения, вот в нее подается под высоким давлением вода, ну, вода обычно питьевого качества, но вот вначале можно использовать тот конденсат, который идет с выпарных аппаратов, там же дальше будет выпаривание. Вот поступает вместе с водой, подается свеклонасосами, поступает впоследствии к производству и потом поднимается вертикальным транспортером, ну, релья вертикальных транспортеров, вот на высоту до 20 метров, ну, а дальше уже вот само поступление происходит с мальюком. Это удобно, это, наверное, экономически выгодно, вот таким образом. И еще раз я говорю, что тщательнейшим свекла должна быть отмыта. По длине гидравлического транспортера хобейра устанавливаются соломы бутволовушки, камни ловушки и водоотделитель. Технологическое оборудование, которое предназначено для отделения легких и тяжелых примесей, а также для отделения транспортерно-мноечной бассейны. Для инсификации процесса улавливания соломы и ботвы продается воздух, ну, то есть он помогает всплыть вот этим легким примесем соломы и ботвы, так, чтобы дальше они уже не поступали. Теперь дальше. Значит, свекла после водоотделителей поступает в моечную машину. Ну, сырье плотное, поэтому моечные машины достаточно грубой такой конструкции, а ему в основном лопастного такого характера, но основная задача это окончательная очистка свеклы от земли, от мелких примесей. Количество земли до 5%, если комбайнеры до 10%, вот это все надо отмыть. Количество воды, подаваемой на свеклу, зависит от степени загрязненности, так, ну, немножко еще поговорим, и составляет до 100% в массе свеклы. Вообще, свеклосахарное производство, оно одно из самых, ну, таких водоемки вообще вот пищевых. Уступает оно, наверное, только рыбоперерабатывающему производству и консервному, плодовывающему консервному производству, там до 15, до 22 тонн на тонну сырья. Здесь, вот видите, до 100%. В сточные воды попадают хвостики, кусочки, мелкие корнеплоды, поэтому вот эти транспортерно-моечные воды направляют в сепаратор, а потом уже свекла, хвостики, кусочки поступают на ленточный конвейер. Обычно, если все это мелкое, то оно добавляется вот к жуму и тоже отправляется на кормовое производство. Отмытая сахарная свекла орошается чистой водой, поднимается опять же элеватором и поступает на конвейер, где отделяются механические примеси, но они попадают в свеклу случайно. Вот пока мы саму свеклу не обрабатываем, не измечаем, дальше как-то подвергаем воздействию металлического оборудования, металлических каких-то рабочих частей, то в общем-то металлических предметов немного, но тем не менее, раз мы копали земли свеклу, раз мы ее обрабатывали, все-таки металлические предметы могут что-то попасть. Взвешивают на весах и из бункера направляют на измельчающие машины свеклорезки. Значит, мы должны измельчить свеклу, раскрыть максимально большое количество клеток, порвать их оболочки, потому что вначале идет именно механическое измельчение, механическое вскрытие клеток. Для этого свеклу не просто режут, а вот именно натирают на крупную стружку. получается так, что вот эти резательные устройства, они и режут клетки, и рвут соседние клетки. Поэтому степень вскрытия этих клеток доходит где-то до 70%. Если просто резко овощей, это надо вспомнить из теоретических основ, я говорила, просто резко вскрывает где-то до 40% клеток. А дальше уже нужно как-то еще измельчать. Ну вот там было дробление, а здесь посмотрите, вот именно стружка такая. Почему еще стружка? Вот эти вскрытые клетки на поверхности стружки, они хорошо рожаются водой. Большая поверхность соприкосновения вот этих клеток с водой, которая экстрадирует сахароз. Стружка должна быть ровной, упругой, без межи, то есть без мелкого какого-то чистить, потому что мелкие, потом прессоваться не будут. Тоже мы как-то говорили об этом. Пластинчатого или ромбовидного сечения, ну вот здесь вот явно такие пластиночки, толщиной всего от полмиллиметра до одного стружка очень тонкой. Вот именно так. Но опять же всего навсего скрывается ну где-то до 70%, до 80% клеток. А остальное, вот чтобы скрыть оболочку остальных клеток, я уже сказала об этом, применяют горячую экстракцию. Горячая вода действует на оболочки клеток и образует в них, меняет положение белков, образует просто дышки, через которые вымываются, вытекает вот это нужное нам сахар. Ну и получение диффузионного сока. Я специально оставляю по тексту ссылки, чтобы можно было что-то может быть еще где-то почитать. Вот об этом мы еще немножечко вот ты посмотри на эту муку. Она плетела послушать. Светловичная стружка из измельчающих машин с помощью конвейера, где тоже есть весы, подается на диффузионную структуру. Сахар, растворенный в светловичном соке, извлекается противоточной диффузией. Стружка поступает в головную часть агрессата, движется к хвостовой части, а навстречу движется вот этот экстрагент, растворяющая вода, вода горячая, отдавая сахар путем диффузии. Первая стадия процесса экстрагирования свеклы должна сопровождаться более энергичным подводом тепла для здоровой свеклы при температуре 75%, чтобы достичь максимальной проницаемости свекловичной ткани. Вот тут прямо написано черным попелом горячая вода с температурой 75 градусов позволяет достичь максимальной проницаемости свекловичной ткани. Надо сказать, что в свекле достаточное количество пектиновых веществ. Вещества, хотя и не пищевые, но чрезвычайно полезные. Но они вызывают загущение свекловичного сока. И поэтому вот эта повышенная температура тоже положительно влияет на неконструктивную работу пектиновых веществ и тоже улучшает опять же выход сок. Некоторое время вот эту экстракционную воду немножко подкисляли, чтобы произвести первичный гидролиз пектиновых веществ и устранить вот эту излишнюю яскость диффузионного сока. Но сейчас этого не делают, потому что одновременно может пойти гидролиз сахароз, а нам нужно чистую сахарозу. Не смесь какой-то сахароза, глюкозы, фруктозы, а именно чистую сахарозу. Но после тепловой обработки такой вот первичной где-то до 10 минут температура далее вот этой экстракционной воды снижается ну где-то 65-68 градусов примерно на 10 градусов. Из конца хвостовой части выводится стружка с малой концентрацией сахара, все это вымылось, а экстрагент, обогащенный сахаром, выводится как диффузионный сахар. Из 100 килограммов слегка получает 120 килограммов диффузионного сока, то есть там вот эта вода еще вымывает сахароза. Ну а жом на диффузионных остановках отводится конвейером в цех для прессования стружки, сушки простите и брикетирования. Вот получается вот такой вот жом, вот такие сигары своеобразные, да. Вот она еще раз схема, значит, свекла отделения примесей отмывания, изрезавания стружку, а без сахаривания подается горячая вода. Прессование жома, вот она мезга, ну а ставьте воды жома. Ну а здесь вот получается вот это методом диффузии экстрагируется отделение мезги от диффузионного сока и вот он диффузионный сок, с которым дальше будем работать. Ну здесь есть возвраты, жомпрессовую воду, мезгу возвращают. Ну основное вот еще сказано. Так, ну только 21 человек, поэтому старосты я прошу вас прислать мне либо скрины, либо списки не явившихся, останутся они без страха. Я останавливаю демонстрацию, чтобы нас не прервали, и дальше мы с вами выйдем 14 10, да, хорошо. Так, она раз. Так, мир раз. Так, первую часть мы с вами с вами с вами Продолжение следует...